Итак, наша выручка составила ровно две тысячи гривен. Деньги делим поровну. Тысяча мне, тысяча вам. Справедливо. Справедливо. Вы где ж тут поровну? Ну как это? Вы с Шурой получаете ровно по пятьсот гривен. Это что, не поровну? Гриша, у нас что-то с телевизором. Изображения нет, только звук. Мама, успокойтесь, это радио. А, ну тогда хорошо. А, кстати, только что звонили с почты. Пришла посылка от моей тети. Она передала мне несколько летних вещей. Сходи, забери ее. Гришина мама, это ж хуже, чем тюрьма. Граждане, отставить кипиш. Значит, есть план. Сейчас идем на рынок и выкупаем все вещи обратно. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Держите. Да. Не, ну я не могу с этого города, а. Продали вещи за две тысячи, купили обратно за три. Такой развод не снился даже МММ. Вы про пирамиду Мавроди? Ой, Мавроди курит в огороде. По сравнению с директором нашего ломбарда, Мейхером Мойшей Моисеевичем. Да. Ой, ладно, Гриш, рапортуйте. Мама! Шо? Посылка у нас, поэтому переместите свое тело на балкон и взгляните на этот марафет. Иду, иду. Господи, шо это за шматье? Этими трапками даже стыдно мить полы. Сыночка, бери своих припоцанных дружков и шуруйте на блошиный рынок продавать все эти монаки, но деньги поделим поровну. Ну, хоть деньги пополам. Ну, хоть что-то. Спасибо.